МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. Главная политическая новость в газетах на этой неделе. Глава Чувашия Михаил Игнатьев возглавил список Единой России на предстоящих выборах в Госсовет Республики. В общереспубликанскую тройку также вошли директор 5-й гимназии Инна Исаева и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. О региональной партийной конференции, где и стало известно, об этом рассказывает газета «Про город». «Важно сохранить взятые курсы, сделать Чувашию еще более комфортной для жизни, привлекательной для ведения бизнеса и развития реального сектора экономики», заявил Михаил Игнатьев. Издание сообщает, что на конференции единороссы выдвинули кандидатов в депутаты регионального парламента. 69 человек по партийному списку и 22 одномандатника. Задача депутатского состава Единой России в новом созыве Государственного совета поддержать начинание главы Чувашии, продолжив в единой команде эффективную работу в интересах родной Чувашии и на благо жителей республики, сказал секретарь регионального отделения партии Николай Малов. Продолжает тему газеты «Чебоксарские новости». Издание делает акцент на партийной программе под названием «Чувашия. Регион комфортного проживания. Приоритеты развития». Участник конференции, глава города Чебоксара Леонид Черкесов, так прокомментировал изданию принятый документ. «В Чебоксарах сейчас реализуются несколько масштабных проектов с привлечением федерального, республиканского и муниципального бюджетов средств инвесторов. Мы решаем задачи, которые перед нами ставят глава Чувашии и жители республики», сказал Черкесов. Цитируют газеты и главу государства. «Избиратели поверили в Единую Россию. Этот успех проверен временем, подтвержден достижениями и конкретными делами, ответственностью за выполнение своих предвыборных обещаний». Владимир Путин говорил об этом на недавнем съезде единороссов в июне. В селе Аликово построят бассейн, а в городе Ядрин – физкультурно-оздравительный комплекс. Об этом рассказывает газета «Советская Чувашия». Оба объекта вошли в федеральную целевую программу развития физкультур и спорта на 2016-2020 годы. Финансировать их будут не только за счет регионального бюджета, но и федеральных средств. Строительство данных объектов планируют начать в 2017 году. Новочебоксарская газета «Грани» рассказывает о новых скамейках в Аллее Славы, благоустройстве детского городка Гаи в Ельниковской роще и капитальном ремонте жилья в городе Химиков. Последней теме посвящен развернутый материал. В этом году, сообщает издание, на капремонт направлено почти 106 миллионов рублей. На эти деньги обновят 54 дома в Новочебоксарске. Подробности и фоторепортаж о ходе работ читайте в газете. Ну а чебоксары готовятся ко дню города. Издание «МК в Чуваши» описывает предстоящие фестивали, которыми будет насыщена культурная и спортивная жизнь республики. Целый месяц перед днем города. Из традиционного это фестиваль сладостей и вкуснаград, фестиваль семейного творчества «Аистенок», «Джигитовка», «Автоарена», «Кубок чемпионов», «Арт-проект», «Творческий бульвар» и многие другие. Впервые в сквере Чапаева 20 августа пройдет масштабный праздник. Чапай приглашает на чай. На праздник приглашены внуки человека-легенды. Добраться на праздник можно будет на экскурсионном троллейбусе. В День города для чебоксарцев готовит выступление пилотажная группа «Стрижи». Впервые пройдет открытый чемпионат города по кроссфиту и всероссийский конкурс красоты «Мисс Туризм России-2016». Впрочем, многие проекты, которые горожане еще не видели, пока только обсуждаются. Сам День города чебоксарцы отметят 21 августа. На сегодня это все. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин